Носок висели. Так, ну я отключилась от Wi-Fi. Сейчас попробуем с LTE. То есть дайте знать, как меня слышно. Если все нормально, то мы сможем с вами пообщаться. Если не очень, то уже сорян, тогда до следующего раза. Вот, так что дайте мне, пожалуйста, знать. Всем привет, всем большой привет. Вроде все норм. Так, ну слава богу. Отлично. Теперь норм. Ну я отключилась от Wi-Fi. Думаю, может быть, будет получше. Ну что, давно с вами не разговаривали. Сейчас расскажу, какие у меня новости. Так, новости у меня. Ну вчера была на переговорах с Путиным. Говорит, ты похорошела, Кулешова. Я ему говорю, да. Вов, ну ты тоже не стареешь. Ну, чуть-чуть, да, у меня чуть-чуть разные глаза, но намного лучше, чем было. Намного лучше, чем было. Просто у всех людей разные глаза. Вы уже так ко мне присматриваетесь. Я не знаю, просто вы знаете, что я сделала оперативные глаза. И теперь вы до меня докапываете все время, что у меня все равно остались разные глаза. Но мои глаза все равно имеют большие отличия. Не смешно совсем. Но, блин, мои шутки, они такие, на троечку. Вот, так что... Простите. Работаешь где? Ну, я работаю, конечно, как все люди. На самом деле, кто меня видит вживую, мне все говорят, ты так хорошо сделала лицо. Тебе лицо так хорошо сделали. Чувствую себя женщиной 50 лет, которая сделала круговую подтяжку. Ей все говорят, Людмила, ну ты похорошела. Слушай, твой хирург просто золотые руки. Дай-ка мне его контакты. Асимметрия лица заметная. У кого-то мало, у кого-то много. Но у меня была очень сильная асимметрия лица. У меня был надвижный второй подбородок. Сейчас у меня четко выражены вот эти места. Плюс их можно еще заколоть. Но я не хочу этого делать. Потому что я еще молодая. И так пол себя перекроила. Надо во всем иметь меру, так сказать. Ну и плюс я не люблю, когда у девочек очень сильно здесь выражено. Мне напоминает это тайских трансвеститов, честно признаться. Все должно быть аккуратненько. Тебе так хорошо без ресниц. Да я как мальчик какой-то. Вбежаться не знаю откуда. Вообще, как у вас дела? Кто что делает? Кто как лето проводит? Кто улетел? Кто прилетел? Кто где был? Напишите, где отдыхали. Потому что тоже хочется, ну, какой-то досугу, чтобы у меня было что-то интересное. Откуда это времяпрепровождение? Может, вы мне дадите пару подсказок? Ну, я не скажу, что я прям красотка на миллион. Ну, симпатичная. Брови нравятся естественные. Только что у меня сделали бровки. Сделали просто коррекцию ниточкой. Греция просто космос. Греция, вы где там были именно? В Санторине? Я сегодня в зал в 4 часа. Приходи, сфоткаемся. Вчера тоже была в зале. Я там танцую. Только сильно не угорайте надо мной и не снимайте меня на камеру, пожалуйста. Потому что это второй шаг, что мы творим. Знаете, заниматься, железо тягать, честно говоря, летом лень. Очень, очень сложно себя заставить, включить музыку и потанцевать. На самом деле, нагрузка сильнее в разы, нежели чем от железа. Я устала, вчера намного сильнее. Правда, что ты с Лешей, бывшему Лизой. Где лучше отдохнуть? Смотря в какое время года. Смотря что вы имеете в виду страну, либо же это ресторан в Москве. Что имеется в виду? Что для вас отдых? Да, мне делают педикюр. Я не была месяца два на педикюре. И моим педикюром, мне кажется, можно было напугать любого педофила. Я шрам на лбу свой убирать не хочу. Это мое естественное лицо. Зачем мне удалять шрам на лбу? Я вот в субботу иду удалять шрам на ноге, но я не вижу смысла удалять шрам на лбу. Дианочка, моя красавица, какая ты хорошенькая у меня. Как у тебя дела? Диана Салмановна. Салмановна, Диана. Как ты моя хорошая. Кстати, Диана, где вы смотрели кинотеатр под открытым небом? Я бы тоже хотела сходить. Спасибо. Просто run. Ты crazy. Run one clue. Ты crazy. С кем сейчас общаешься из подруг? С тем, с кем общалась, тем и общаюсь. А есть какие-то вопросы из мира адекватности? Адекватности, реальность, планеты, земля. Парк Сокольники. Надо будет сходить. Обязательно. Кстати, девочки, кто выкачивал гиалуронку из губ? Скажите, насколько это больно? Что? Длину убирается. А, длину. Наполовину? Ну, длину. А свободный край, вы знаете, прям чуть-чуть, чтобы нарисовать френчик. Вот прям чуть-чуть, тоненький. Здесь наращивают? Да нет, наращивать не будем. А тут прям под мясо. А, у меня там под мясо? А я даже не почувствовала. У меня что, ногтя нет? Ну, как бы да. А что это было такое за это? Я не знаю. Я поэтому и спрашиваю. Ну, да, давайте, возможно, нарастить, да? Давайте тогда нарастим. Наращивание ногтей на ногах. Кто делал? Вместе сходим. Да, можем как-нибудь договориться, там встретиться и вместе посмотреть какое-нибудь кинцо под открытым небом. Я возьму себе корону экстра с лаймом и буду смотреть фильм. По совету книгу для мотивации. Если вы девушка, то думаю, как мужчина, поступая, как женщина. Мне, правда, очень понравилась эта книга. Вот книги по психологии. Это девушка с Венеры, мужчина с Марса. Такая ерунда. Как вы это вообще читаете? Я не понимаю. Вы действительно не знаете этой информации, которая написана в этой книге. Но читать одно по одному, масло масляное, то, что уже все интерпретировано давно, это неинтересно. Я не понимаю, как вы читаете эту книгу. Ощекотно так не могу. Поэтому, да, думаю, как мужчина, поступаю как женщина. Стив Харви написал эту книгу. А вторая его книга, что-то там как женщина, зарабатывая как мужчина. Я не помню, вторую я выпускну сделала. Мне вообще не понравилось. Я ее всю прочитала, но мне она не зашла. Вот Диана советует. Успешная бизнес-вума, косметолог. Она советует книгу «Секрет успеха». Дианочка, моя куколка. Думаю, она вам плохого не посоветует, потому что она красива как снаружи, так и внутри. Поэтому вы можете взять себе на заметку. И я сейчас тоже возьму себе на заметку, и я сегодня же ее начну читать. Вчера я начала читать книгу про женский оргазм. Господи, помилуй. Тоже такая фигня. Я читаю в приложении, называется «Читай». Очень простое, удобное. Оно под свет в комнате ориентируется, адаптируется. Поэтому можете себе скачать. Очень удобное в использовании. Нет, маникюр у меня уже отрос. Его уже давно пора сделать. Но я, видишь, такой человек. Не знаю, можно назвать меня какой-то не очень такой. Но я до последнего хожу, потому что я не люблю убивать свое время на маникюр, педикюр. Для меня это, честно, тяжеловато. Да, конечно, я определилась с цветом на ножках. Определилась с ним еще как года два назад. Педикюр. Это у меня всегда френч. Все время я делаю френч на ногах. Поэтому. Каким одним словом вы бы меня описали? Любое. Это может быть существительное, может быть прилагательное, может быть животное. Интересно почитать. Ты моя маленькая книга на самом деле. Нет, нет, нет. Книга на самом деле классная. Люблю. Я тоже тебя люблю. Так что пишите, когда вы будете в парке Сокольники. Я тоже, соответственно, приеду. Мали Лав. Лилов. Красава. Спасибо вам. Приятно, что мужчины посещают мои прямые эфиры и пишут не только гадости, но и приятные вещи. Харизматичная, обалденная, умная. Пушка. Давай эфир с мейком. Да я же не крашусь, блин. Как соберусь красить, я так сделаю. Котенок. Гиена. Сильная. Багира. Непредсказуемая. Вот это правда. Сделала Венера. Завтра еду к моему стоматологу. Немножко неуверенная в себе, но это нормально. Ну, знаете, когда человек чуть-чуть, может быть, не уверен где-то в себе, есть к чему стремиться. А если человек все время, ой, я самая классная, самая красивая, мне не нужна пластика, мне не нужен мейк. Вы знаете, я не крашусь, голову не мою, щедрину не закрашиваю, зубы не лечу, потому что я и так очень классная. Как бы это тоже не есть круто. Да, поэтому чуть-чуть нужно быть... Ты милая, как ведерко котят. А я думала, черная пантера. Сколько весишь? 40? 9? Не, 50. 50. 52. Когда ты пантерочка, когда ты обезьяночка. Ой, да, вот обезьянку бы выбить из меня было бы вообще шикарно. Если бы были растяжки, как бы боролась? У меня есть, да, совет, умоляю. Вы знаете, мне кажется, растяжки эти как-то на всю жизнь появляются и больше никогда никуда не исчезают. Может быть, их каким-то лазером выводят, честно? Не знаю. Правда не знаю. Жига-жига-жига-жига-жига-жига-зажигалка. Жига-жига-жига-жига-жига-зажигалка. Ну что у меня за петухи на голове? Ну, рост у меня составляет 160 сантиметров. Я такая маленькая и фигуристая. Как пончик. Вкусняшка. И все меня хотят съесть. Да, мне очень нравится Инна Саша Шевчук. У нее очень красивые фотографии. А вы знаете, что у вас есть? Вот я не знала, девчонки, правда, что делать с растяжками. Мне 23 года. И, наверное, растяжки парят с пустуродов. Я надеюсь, что нет. Ну. Курите сигареты? Ну, нет, я не курю сигареты, потому что мне не нравится запах от рук. Но если очень захочется, к миру, когда-нибудь, я могу это сделать. Мое имя мне дала моя тетя, за что хочу ее очень сильно поблагодарить. И очень босексуальный позвоночник. Так, ну началось в колхозе. Вот рано какое оно. Так хорошо начиналось. Было милое, как ведро с качатами, дошли до сексуального позвоночника. А это уж надеялось, что вы нормальный. Почему не отвечаешь? Ответь, что кушала. А сейчас на лавочке, на солнышке я пила кофе. Ела баклажаны. Я обожаю баклажаны. Я готова есть их каждый божий день. Вот так же я делала куриную грудку. Это как дельфин. Вы о чем? Вот мои шрамики на глазах. Видите, сейчас их не видят. Почему изображение размыто? Вы меня плохо видите, да? Ты всегда знаешь, что сказать, а иногда не знаешь, что ответить и молчу, как тупица. У меня почему-то такого момента нет, что я не знаю, что ответить. И лучше бы он был, я вам честно признаюсь, иногда лучше промолчать. Потому что я не делаю паузы при общении с людьми, и наш диалог течет, как такая бешеная река. И в этом диалоге я могу настолько увлечься, что уже начинаю не контролировать свой мозг, свои эмоции. И наговорить столько, я очень быстро делаю, совершаю действия, поступки, как буря какая-то. Это очень, это не есть хорошо. Не могу сказать, что это плохо, но хотелось бы, честно, быть немножечко подержанной. На процентов так 60. Вот. Просто сразу три вопроса подряд про дом 2. Я не вернулась бы на дом 2. И на этом все. Вообще окончательно...